Сейчас, чтобы получить выплату по больничному листу, нужно заполнить большую заявку, плюс начальник узнает о больничном листе скорее постфактум, когда работник приносит ему документы с больницы. С 1 января эта система станет прозрачнее, вступит в силу федеральный закон о проактивной, то есть без заявительной выплате пособий. Цифровые технологии и стали главным вопросом на заседании круглого стола. Его организовали региональное отделение фонда социального страхования РФ и редакция газеты «Комсомольская правда. Рязань». Само понятие оперприезда, как такового его организма, будет система, при которой в случае наступления какого-то события, в данном конкретном случае, мы говорим о временной трудоспособности, будет сообщать, производить какие-то действия для того, чтобы произвести выплату конкретному человеку. Соответственно, при открытии электронного листа нетрудоспособности, уже в этот момент, а не как сейчас, когда работник сообщает о закрытом листе, а здесь получится в момент открытия этого листа нетрудоспособности, работодатель будет извещен о том, что его работнику открыт данный листок нетрудоспособности. Схема работы Фонда социального страхования изменит сам с начала следующего года. Основанием для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам будет только электронный листок нетрудоспособности. Единовременное пособие при рождении ребенка тоже будет выплачиваться в проактивном режиме. Если сейчас это идет выплата на основании справки, которая получается в ЗАГСе, то со следующего года это будет делаться на основании полученных сведений из органов ЗАГСа. То есть также в электронном виде эти сведения будут приходить в Фонда социального страхования. Аналогично будут уточняться сведения о родителях ребенка, если работающий родитель есть, соответственно, будут направляться по месту работы. Если не один родитель не работающий, то, соответственно, сведения эти будут перенаправляться в окна социальной защиты для выплаты пособий по неработающим гражданам. В 2020 году вступил в силу федеральный закон об электронном сертификате для инвалидов. Это запись в реестре, которая привязана к номеру банковской карты клиента платежной системы МИР. Только деньги на нее не причисляются, а резервируются до покупки. Человек с сертификатом сам выберет тех средств реабилитации из каталога, который сформировал Фонд социального страхования. Деньги поступят сразу продавцу. А если на покупку не хватит, можно будет доплатить. Что электронный сертификат, что проактивные выплаты только часть новой системы в 2022 году. Поэтому на круглом столе обсудили и самый главный вопрос. Будет ли система работать без сбоев? Медицинские организации все готовы с 1 января выпускать только электронные листовки или могут быть какие-то сбои? Вот здесь она меня абсолютно уверила, что все до одной медицинские организации, которые выдают листки нетрудоспособности, без проблем будут выдавать исключительно листки электронные. И дело там сбои никакого не будет. Важной разработкой Фонда социального страхования стало мобильное приложение «Социальный навигатор». Оно расскажет человеку о выплатах, которые ему положены. Помимо справочной информации, можно посмотреть и те сведения, которые относятся непосредственно к человеку. Выданные листки нетрудоспособности, выплаченные пособия и программы реабилитации инвалидов. В приложении уже есть информация о социально значимых объектах региона. И постоянно обновляется. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».